В 2008 год мы провели анализ Мака и поняли, что в общем-то пора, потому что Мак подвержен угрозам, так же как и... ну то есть это та же Windows, только немножко в профиле. И мы начали, то есть когда еще угроз как-то каковых не было, не было, потихонечку выделили одного человека на, грубо говоря, не ИР, научно-исследовательскую работу, чтобы он проверил эксплойты, как работают эксплойты, как работает система инфицирования Мака, и чем он отличается вообще от Linux. И таким образом, малыми силами, потихоньку, потихоньку это мы разрабатывали, и вдруг в этот момент, во время разработки, начались какие-то такие мелкие угрозы, фишинговые атаки и так далее. Мы усилили натиск и выпустили одним из первых антивирусов для Мак, и даже больше того, я могу сказать, что у нас попытались, и даже не попытались, а выкупили разработчиков, которые делали Мак, другие антивирусные компании, и мы тут же набрали, то есть у нас была уже группа других разработчиков, которые продолжили, и Мак, он существует, и не самый плохой, но один из лучших. А так как у нас под Linux и Unix системы, я не знаю, кто с нами может конкурировать в этой области, вряд ли какая-нибудь антивирусная компания делает лучше нас, поэтому Мак не оказался такой большой проблемой для создания нашего софта. Собственно, действительно, самая была, наверное, такая вот несколько волнительная страничка в этой истории все, это когда, что называется, человек ударил последний раз по клавишам, закончив программировать в Докторе Вебе, и уже пошел в следующую компанию. Правда, в следующей компании у них не получилось сделать то же самое руками того же специалиста. Все-таки, значит, соответственно, есть какие-то вещи, которые требуют не просто программирования, а участия команды и никаких технологических наработок. Сейчас у нас два варианта, это свободно распространяемый через App Store Lite и обычный Доктор Веб для macOS, который мы, естественно, развиваем, продаем. Его было немного покупок во время вот этой вот истории с флешбеком, в то время как за Lite народ ломанулся очень конкретно. Вот, и с Lite связана еще одна такая история. Мы на App Store очень долго не могли пробиться. Вот, там стоял с тем же функционалом за 10 долларов другой антивирус, который, так сказать, App Store предпочел себе завести. А мы с этим функционалом считали как-то аморальным продаваться, и поэтому стояли бесплатными. Потом, в общем, где-то через два месяца нас тоже запрувили, мы получили разрешение и, в общем, встали. То есть теперь вот просканировать компьютер каждый человек может совершенно бесплатно, установив его App Store. Ну, в общем-то, в этом смысле, конечно же, будучи, называется, вовлеченными в основном разработки для Windows, для постоянно сменяющихся их версий и так далее, мы Mac как-то вот держим вот на фоне, но при этом четко понимаем, что мы сделали очень действительно хороший продукт. И, ну, естественно, от этого отступаться не намерены, будем дальше это развивать, но сейчас видим самую главную задачу. Она, понятное дело, коммерческую часть компании очень сильно волнует, потому что надо же продавать то чудо, что мы сделали. А вот с точки зрения основной миссии компании защищать людей, мы считаем, что для Mac, конечно, самое главное, вот что получилось сделать во время истории с флешбеком, это просто донести до людей. Это так же уязвимо, как все остальное. И уязвимо в основном через голову людей, то есть через самих пользователей. И это самое главное, потому что... Подожди, подожди, Mac был как раз уязвим не через голову людей, это была уязвимость софта. И как раз тут люди были ни при чем. Они пошли, как обычно, куда-то на какие-то сайты и получили то, что как раз не было никакой инженерии, никого никто не склонял, Mac получил по заслугам просто через эксплойты. Через сторонние ПО, конечно, через Adobe, но... Через Java, правильно, да. Но все остальные вендоры, как то Microsoft, Linux, они закрыли эту уязвимость два месяца назад. Вот от 4 апреля, если осчитывать, ну полтора месяца назад. Mac очень долго терялся. Он думал, он считал, что ничего не произойдет, если эта уязвимость не будет закрыта. И получил. Действительно, именно в случае с флешбеком, не через голову, а через руки, что называется, пришло все. Вопрос в том, что когда вы идете в рестор или еще куда-то, и вам начинают спрашивать про антивирус, что мы, естественно, делаем регулярно, помимо, собственно, коммерческих контактов с этими компаниями, мы слышим одно, да вы что, а какие вирусы-то вы что? Вы упали, что ли? Вот. И очень странно просто с людьми говорить, ведь на самом деле получается, что они безнадежно верят в защищенность. В принципе, можно также точно верить в безнадежную защищенность Windows. Сейчас, правда, мало людей таких найдется, но можно же верить. Почему же, если работать под рутом, как это делает Mac, ни один Windows не будет подвержен, ну, грубо говоря, то же самое, что и Mac. Это неправда. Windows под рутовыми правами ничем не хуже, чем Mac. Поэтому это надо понимать. Я говорю, да, что, собственно говоря, там та же самая защита, там самые средства безопасности, они все включены, кто ими только пользуется, кто вообще умеет ими пользоваться. И если мы просто знаем, что вот в Windows там сотни миллионов людей пользуются на Земле, а здесь 48 миллионов, понятно, в соотношении, что сейчас это просто не очень жаркая тема, только она, когда слышишь от людей, что да это совершенно безопасно, вот это и есть самое страшное. Потому что когда вы абсолютно уверены в своей неуязвимости, вас очень легко, ну, так сказать, опустить на Землю. Именно потому что вы абсолютно уверены в своей неуязвимости.